Здравствуйте! Вы смотрите новости Набережные Челны. Сегодня с вами Елена Камалова. Я расскажу вам о главных событиях четверга. Одни учатся, другие трудятся. В лице интерната имени Галякош проводится капитальный ремонт. Не мешают ли строители и школьники друг другу? Это выясняла Эльмира Гаймудинова. Исправны ли работают тонометры? Челнинцы приняли участие в акции «Будь уверен, будь здоров». Подробности в сюжете Лисан Габдрашитовой. Мусульмане отпраздновали один из главных праздников – Роза Байрам. Как он прошел в этом году, расскажет Ливия Гатина. Победит сильнейший в Набережных Челнах прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Подробнее в материале Яны Вальню. К юбилею во всей красе в Набережных Челнах проводится капитальный ремонт лице интерната имени Галякоша. Образовательное учреждение носит имя журналиста, писателя, политического деятеля. Здание было построено в 1985 году. За долгие годы эксплуатации на объекте ни разу не проводились масштабные работы. Екатерина Козлова – ученица 11 класса. Поэтому девушке, как выпускнице лице интерната имени Галякоша, полагается отдельная комната. Все для того, чтобы будущие абитуренты могли спокойно готовиться к ЕГЭ. По словам Екатерины, после проведения капремонта процесс обучения стал более приятным. В прошлом году на самом деле было холодно. Батареи не очень сильно обогревались, стены немножко продували. Сейчас намного теплее, батареи прекрасные. Полы сделали новое, потому что в прошлом году прям были ямки. Капитальный ремонт стартовал в декабре прошлого года. Преобразится как лицей, так и интернат, в котором проживают дети. Строители обновили кровлю, окна, системы инженерной коммуникации, отопление, трубы, горячего и холодного водоснабжения, ливневой канализации и многое другое. Проведение шумных видов работ четко регламентировано, говорят ремонтики. Поэтому все следят за временем. По словам строителей, капитальный ремонт не создает помех учебному процессу. Дело в том, что у них есть вот такая специальная таблица с указанием времени, когда можно шуметь. Это во время перемен, а также в 13.40, когда у школьников заканчиваются уроки. Тогда уж строители могут трудиться на полную мощность. Поэтапно, поблочное ведутся отделочные работы, чтобы не мешать учебному процессу. То есть дети переселяются там, где уже отремонтировано, и там, где не выполнялся ремонт, мы приступаем к работам. Ведем отделочную работу, замена электрических сетей, слаботочные сети. Кроме того, будет отремонтирован и бассейн. Он не функционировал 23 года. Мозаику со времен Советского Союза решили оставить. Кроме плавания в лицее дети могут заниматься крэшем. Спортсменам сделали специальный зал. Открыли один блок дополнительного образования. То есть дети могут заниматься в лабораториях по химии, по биологии. Театральная студия там будет у нас. Свой музей будет у нас там. И открываем новые профили, медиаклассы. Для них тоже будут кабинеты для практических занятий. А это уже обновленный актовый зал. Ребята могут репетировать постановки в комфортных условиях. Здесь также многое обновили. Строители уже на финишной прямой. 1 сентября ученики с 5 по 11 класса смогут оценить все изменения, которые произошли в их родном лицее. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзи. Новости. Набережные Челны. Дождались. В доме 2720 ремонтируют фасад. Уже почти две недели рабочие шпаклюют, утепляют и штукатурят стены. По словам местных жителей, зимой межпанельные швы многоквартирного дома промерзали, и в квартирах было холодно. Какие еще работы будут проведены, в материале Яна Вальдю. В доме 2720 Наиль Ахмеров живет почти 50 лет. Зимой в квартире холодно, стены промерзают, хотя батареи работают исправно, рассказывает мужчина. По его словам, жители давно ждали утепления фасада. Мы очень рады, давно ждали, потому что дом уже старый, 74-го года, поэтому все довольны. Года два-три тому назад сделали капитальный ремонт, сантехники полностью обновили, горячую, холодную воду, все поменяли. Тоже народ очень доволен. Ремонт дому необходим, говорят жители. Тепло было в квартирах, расположенных с солнечной стороны. В остальных люди мерзли, отмечают челнинцы. После ремонта фасада изменится и внешний вид многоэтажки, уверены они. Очень рады, что взялись за наш дом. И через некоторое время они закончат, и мы будем зиму встречать уже в тепле. К капремонту, конечно, все рады, потому что швы уже промерзали. Ну, своевременно, конечно. Даже не ожидал, что так будет. Я вот в марте уже начинаю батареи отключать, потому что дома жарко. У меня солнечная сторона с той стороны. Жарища невыносимая. В управляющей компании пояснили, что в доме 2720 не только частично утеплят фасад, но и обновят входные группы. На жилом доме 2720 планируется производить работы по утеплению торцов фасада, полуторцов, ремонт межпанельных швов, цоколя, отмазки, входных групп, замены дверей. Все работы в доме планируют завершить до 1 августа. Всего в этом году в программу капитального ремонта в набережных Челнах попали 108 многоэтажек. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости набережной Челны. В городе прошла ежегодная акция «Будь уверен, будь здоров». В ее рамках челнинцы могли бесплатно проверить свой тонометр, а также узнать, как правильно измерять артериальное давление. Акция в нашем городе проходит уже второй год. Сколько вам лет? Мне 75. Тонометр Вячеслав Басков приобрел 7 лет назад. У мужчины скачет давление. Бывает, доходит до 150. Также прибором пользуется и супруга. По бегущей строке узнал, что проверяется бесплатно. Решили проверить. Панометр тоже старенький. Акция «Будь уверен, будь здоров» проходила три дня в разных городах республики Татарстан. Граждане достаточно активно приходят, причем разных возрастов. Не только будучи пенсионером, но и достаточной молодежью. Очень хорошо интересуются. По словам специалистов, Центр стандартизации и метрологии на проверку челнинцы приносят как один, так и несколько измерительных приборов. Чаще всего автоматические тонометры, реже механические. Я его проверяю первый раз. Когда обращаюсь в поликлинику, там у меня давление показывает больше, чем мой прибор. Мне показалось, что она неисправна. Руки разные. Проверяю, разного показывают. Я же не понимаю. Специалист говорит, одну руку только надо проверять. Всегда. Мы проверяем исправность и точность манометров путем сравнения значения эталона и проверяем тонометрам. У тонометра допуск плюс-минус 3 миллиметра ртутного столба. Если прибор не входит в эти значения, то данный прибор бракуется. Также забраковать измерительный прибор специалисты могут из-за порванной манжеты микротрещин в шланге. В таком случае тонометр можно отдать на ремонт, либо приобрести новый. При измерении артериального давления необходимо соблюдать определенные правила. За час до процедуры нельзя курить, употреблять алкоголь и кофеин, содержащие напитки. Также измерять артериальное давление необходимо сидя, положив руку на стол на уровне сердца. Кроме того, во время измерения не следует двигаться и даже разговаривать, иначе показатели будут искажены. По словам специалистов, тонометры необходимо проверять ежегодно. Лисанна Габдрашитова, Кирилл Хабзей, Новости, Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Мусульмане отметили один из главных праздников – Ураза-Байрам. В среду самого утра в 15 мечетях города прошли праздничные богослужения. Более 7 тысяч верующих молились на гаэт-намазе. В особую атмосферу погрузилась и наша съемочная группа. На часах 6.30 утра праздничные мероприятия в мечети города начались от чтения священного Корана. Мечеть Нурихлас – одна из основных площадок проведения Ураза-Байрама. Здесь яблоку негде было упасть. Внутри мечети – молодежь, пожилые, отцы и дети – имам Мухтасиб. Нурихлас посетил и мэр Гордона Ильмагдеев вместе с руководителем исполкома Фаридом Салаховым. Молим и просим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах принял наш пост. Иншаллах, Аллаху Субханава Тагаля очистил нас от всех берегов. И надеемся, что Аллаху Субханава Тагаля пропустит нас всех, те, которые держали пост через ворота Ар-Райан. В 7 часов 30 минут состоялся гаид-намаса. Желающих совершить его было очень много. Мечеть не могла вместить всех. Люди занимали места на площади. Всего на утреннюю молитву в мечеть Нурихлас приехали порядка полторы тысячи мусульман. Мы ждем этот праздник. Этот праздник ждем каждый год. Желаю также всем людям пилости, добра, всетатального всепрощения. Аллах и Всевышний Святой, Он Велик. Пусть откроет врата, врата любви, скажем, это самое-самое сильное слово. Любовь абсолютно ко всем людям, ко всему в живом, инша Аллах. Ураза Байрам – это большой праздник. Мусульмане радуются, что смогли выдержать 30-дневной пост, соблюдая все требования Аллаха. Но в то же время они с грудью провожают священный месяц Рамадан. В этот месяц они не только очищаются, но и обретают благословение Всевышнего. Я буду делать шурпу, будем читать Вагазлар и расскажем, покажем своим детям пример. И хочу сказать, что месяц Рамадан прилетел быстро, ураза держалась очень легко. И поэтому, иншала, пускай всегда будет на душе легко, так же, как и в этот месяц Рамадан. Кроме того, нельзя забывать и о садаке. А уже 16 июня мусульмане отметят главный праздник – Курбан-Байрам. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны. Оркестр непокоренных, Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева организовал большой гастрольный тур по городам России. В списке Набережные Челны мероприятие прошло в органном зале. В репертуаре музыканта все шедевры отечественной и зарубежной симфонической классики, а также современных авторов. Оркестр открыл музыкальный вечер произведений Михаила Клинки «Князь Холмский». События этой трагедии относятся к концу 15 века. Это история борьбы Руси против Ливонского ордена. По словам коллектива, это очень символично, ведь и сейчас Россия защищает свой народ и суверенитет. Проект «Оркестр непокоренных» назван не случайно. Это люди, которые превозмогают трудности, лишения, риски жизни и здоровью, но они продолжают находиться в Донецке, жить в Донецке, не предают свой город, не предают свою филармонию, свой оркестр. И люди, которые настоящие люди, которые патриоты своего отечества. Этот проект посвящен 90-летию симфонического оркестра, десятилетию Донецкой Народной Республики, а также погибшим музыкантам. Музыка, культура осталась. Но то, что люди шли на концерты, и это продолжалось все эти годы, были полные аншлаги. Вот казалось бы, война, людям надо заботиться о куске хлеба. И люди стоят в очереди за билетами. Это была и филармония, и театр оперы, и балеты, и другие театры. Ведь музыка дает некое облегчение зрителям, говорят артисты. А в Челнах такой же аншлаг. В городе Набешиной Челны вообще нет симфонических оркестров. И приезд любого симфонического оркестра – это уже событие. Целое событие для города. А приезд Донецкого симфонического академического оркестра – это вдвойне знаковые события. Ведь их приезда ждали в течение полугода. Каждую композицию провожали аплодисментами. Сделали предложение прийти на симфонический оркестр, я даже не раздумывала. Сразу отменила все планы и пришла именно сюда. А когда узнала, что еще оркестр непокоренных, посмотрела историю, которая предшествовала этому появлению у нас здесь, то я была вообще очень сильно восхищена. Эта духовная музыка, она нас вдохновляет. И поэтому мы ходим на такую музыку, слушаем. И нам такой позитив идет от нас и от людей. Концерт шел два часа. Челнинцы и гости города рассчитывают, что мусканты еще не раз будут выступать в органном зале. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзея. Новости. Набержные Челны. Победить сильнейшей в спортивной школе «Витязь» прошли всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир посвятили памяти мастера спорта СССР Александра Улеева. Участие в нем приняли около 240 спортсменов из 14 регионов. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Имран Гафаров приехал из Уфы. Греко-римской борьбой он занимается около пяти лет. Примером для него послужил отец. К этим соревнованиям готовился около трех недель. Параллельно принимал участие и в других турнирах. Набирался опыта, говорит спортсмен. Он тренируется пять раз в неделю. Соперник был тоже хорошо подготовлен. Но в этот раз он оказался сильней, рассказывает Имран. Верил в себя и победил и Дмитрий Левчик. По его словам, он поймал соперника на ошибки. В результате вырвался вперед. Во всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе приняли участие около 240 спортсменов из разных регионов страны. Отдавать победу просто так никто не собирался, говорят юноши. Борьба была достойная. Соперник был для меня сильный, упорный. С ним было интересно бороться. Очень рад, что с ним поборолся. Но мне удалось его выиграть. И в упорной борьбе боролись четыре минуты. И все хорошо. Спасибо ему за бой. Соперник был опытный, сильный. Боро-то было достаточно тяжело. Но пытался сделать какие-то приемы, не получилось. Сил не хватало. Соревнования по греко-римской борьбе посвятили памяти Александра Улеева. Он воспитал немало мастеров спорта, отметил главный судья. Эти соревнования очень важны для нашего города. Поэтому, так как они единственные пока во всероссийском календаре, в статусе именно всероссийских, Александр Улеев сделал очень большой вклад. Он считается одним из основоположников именно данной спортивной школы. В результате первое место разделили Михаил Кристининов и Никита Пенчук. На втором месте Матвей Пестриков. Замыкают тройку лидеров Никита Замятин, Вячеслав Душков и Георгий Зиблых. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережной Челны. На улице весна. Самое время приобрести себе демисезонную обувь. В Набережных Челнах вновь открыла свои двери выставка продажи белорусской обуви. На ней можно приобрести сапоги, туфли, ботинки, которые будут по душе и по ноге. Выставка работает по адресу торговый центр, центральный ряд, бывшее здание, детский мир. Широкий выбор мужской и женской коллекции, а также доступные цены приятно удивят покупателей. Все представленные модели фабричного производства на выставке можно подобрать обувь на любой сезон. Модель «Черная рептилия» хорошо подойдет тем, у кого имеется вальгусная деформация и выпирающие косточки. Данные туфли подходят на любую ширину стопы. Нашим посетительницам с высоким подъемом гарантировано удобство надевания и снятия. Подошва из спененного полиуретана с добавлением каучука послужит долго. Благодаря своей амортизационной способности внутри расположен супинатор для поддержания стопы в правильном направлении. Демисезонные ботинки, полусапожки, разнообразие туфель. Здесь представлена широкая цветовая гамма, практичные темные оттенки, актуальные светлые и яркие модели. Имеет широкий след и крупный протектор, что обеспечивает хорошую устойчивость. А чтобы эта подошва надежно держалась и сохраняла свою герметичность, на фабрике ее и прошивают, и проклеивают. Выставку «Белорусскую обувь» можно найти по адресу проспект Мусайджариля, 55Б, торговый центр «Центральный ряд», в Юлабуге, проспект Мира, 28, кинотеатр «Иллюзион». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. В студии была Елена Камалова. Оставайтесь на нашем телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова